Игра всерьез. В воскресенье в Иванове прошел четвертый этап Кубка города по настольному хоккею. Продемонстрируют свое мастерство и побороться за титул победителя. Собрались участники не только из нашего региона, но и соседних областей. Иван Шемяков из Нижнего Новгорода, игрок с 10-летним стажем. Говорит, что успех приходит к тем, кто умеет играть в пас. Прямым ударом гол практически не забить. Изначально люди забывают взять воротаря, то есть держать. И получается, что шайба, даже если не сильно летит в ворота, воротарь просто прокручивает воротаря, а шайба падает в ворота. То есть играют одной рукой, допустим. Когда начинают играть в атаке, они все равно держат воротаря, уже боятся его отпустить, и играют одной рукой в атаке. Это такие самые мелочи, от которых нужно избавляться сразу. Для большинства молодых ивановцев это игра в диковинку. Хотя в советское время ее очень любили, и популярность зашкаливала. Теперь молодежь вновь пытается возобновить утраченный интерес. Меня заинтересовал брат, ну, около года назад. Купил поляну для настольного хоккея, для игры. Мы с ним просто играли, ну, не на правило, на счет. Вот недавно он, мы с ним стали играть на правило. Он попытался организовать вот здесь, в Иваново, лигу. Прекрасно получилось у него это. Лига по настольному хоккею пройдет в 10 этапов. Принять участие в ней могут все желающие, без каких-либо ограничений. И хотя это не официальный вид спорта в привычном его понимании, скорее хобби, к таким соревнованиям участники готовятся основательно. Это в любом случае лучше, чем если они будут сидеть за компьютерами, играть какие-то компьютерные игры, либо просто по улице гулять бесцельно. А тут и различные навыки разрабатываются, все-таки мелкая моторика пальцев и реакция какая-то. Ребята, им интересно, насколько я знаю, по рассказам своего отца, например, то есть у них в детстве, то есть они тоже так же увлекались, когда, допустим, летом они играли в настольный хоккей. Так, а зимой уже на коньках, на льду играли уже в настоящий хоккей. На каждом из этапов определяют тройку лучших, а в финале лиги по настольному хоккею, который состоится уже весной, соберутся сильнейшие. Вот тогда и определят лучшего игрока в Иванове. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.